Биология морских млекопитающих Здравствуйте. Меня слышно, да? Ну, это эти вот лекции, которые… Что-то громко слишком, по-моему. Вот эти лекции, курс, который я буду читать, он вообще происходит изначально из того курса, который я читаю на первом году магистратуры нашим студентам. И я попыталась его по мере своих способностей адаптировать к более широкой аудитории, но я не знаю, насколько хорошо у меня это получилось, поэтому я была бы очень благодарна, если бы после лекции как-то устно или в интернете, в комментариях, вы бы мне сообщили, насколько это было вообще понятно и доступно, чтобы я в дальнейшем на это ориентировалась. Ну, вообще, кто такие морские млекопитающие, прежде всего? Это не какая-то систематическая группа, как вот есть там, не знаю, хищные, копытные и так далее. Это прежде всего такая экологическая группа, они друг к другу не родственники, а общее между ними то, что они все очень тесно связаны с морем. И к ним, к морским млекопитающим, относятся китообразные. Вот здесь вот, соответственно, усатые зубатые киты, ластоногие три группы, сиреновые две группы, и также к морским млекопитающим традиционно относят калана и белого медведя. Ну, для начала я расскажу про китообразных, про их происхождение. Ну, вообще, вот, как вы думаете, к кому из вот этих вот в углу, в углах указанных животных, к кому из них дельфин более близкий родственник? Какие будут версии? Кто что сказал? Версии, я слышал, копытным к слону. Ну, на самом деле, версия копытным, она правильная. Про слонов мы потом еще чуть-чуть попозже поговорим, когда будем говорить о сиреновых. А вот, как ни странно, ну, вот, я помню, что мне в детстве, когда я вот это все читала, оказалось, что китообразные должны быть ближе всего к хищным, ну, потому что они питаются рыбой, и такие все из себя вообще хищные. Но в действительности они все-таки действительно ближе всего к копытным, точнее, к парнокопытным. Вот если вот это вот, это такая сложная филогения разных млекопитающих, и если ее как-то упростить, вот здесь вот она видна, то получается, что, ну, самым близким родственником из ныне живущих является бегемот, ну, и все они вместе входят в вот эту вот группу парнокопытных. Тут вообще интересно, что? Что, ну, раньше китообразные были отдельным отрядом, так они всегда считались, отрядом китообразных. Но в последнее время, ну, вообще, что такое отряд? То есть есть такая вот классификация, научная классификация разных групп животных, и у нее есть разные уровни. То есть вот есть царство, тип, класс. То есть, допустим, класс, вот млекопитающий – это класс, тип – это хордовый, это вот все животные, имеющие позвоночник, хорду. Соответственно, отряд – это уже более такое мелкое деление. И вот раньше морские млекопитающие относились либо к китообразным, либо к отряду лостоногим, либо к сиреновым. Но в последнее время в такой вот научной классификации биологической стал преобладать такой подход, который называется колодистикой. И его идея в том, что каждый таксон, если он содержит предка, то он должен содержать и всех его потомков. И вот, допустим, вот здесь вот желтым показан вот такой вот хороший колодистический таксон, который содержит предка рептильного и всех его потомков. А если, соответственно, он содержит не всех потомков, вот как, если взять голубенькая вот эта вот область, он называется парафилитическим, и он с точки зрения колодистики, ну, как бы такой неправильный. То есть получается, что вот если птиц брать отдельно от рептилий, то это не совсем правильно с этой точки зрения. Ну, поэтому, поскольку предок китообразных относится к парнокопытным, то с точки зрения колодистики это тоже получается отряд китообразный, это такая неправильная группа. И сейчас вот уже тенденция такая, что их объединяют в одну кладу, или даже иногда их называют одним отрядом, кито парнокопытный, или цетартеодактилы по латыни. Вот, то есть, вот как мы тут видим, что поскольку предок китов, он относился к парнокопытным, то и, получается, они тоже должны все вместе относиться туда. Ну, начали они, начали происходить от этих вот парнокопытных более 50 миллионов лет назад, а Земля тогда выглядела примерно следующим образом. То есть, вот на месте севера Африки и юга Европы находилось такое обширное мелководное море Тетис. И там было, ну, поскольку оно было тёплое, мелководное, там было довольно много еды, и вот некоторые обитающие на берегу животное парнокопытное начали потихоньку соображать, что вообще неплохо бы как-то перейти к водному образу жизни, потому что там еды больше, чем на суше. И, ну, вот это как бы общее такое древо происхождения, и постепенно вот они, соответственно, от таких вот мелких четвероновых животных через различные адаптации переходили к полностью водному образу жизни. Вот я сейчас покажу такое коротенькое видео, которое как бы суммирует всю эту эволюцию в таком небольшом ролике. Вот видите, уже у них появились такие грибные лапы, а потом эти лапы, наоборот, стали редуцироваться, и они стали плавать за счёт больше движений хвоста. Ну, потом задние лапы совсем исчезли, и вот они уже стали близки к современным, к китообразным по внешнему виду. Да, с суши в воду. А откуда ещё можно попасть в воду? Ну, изначально из воды, когда-то они вышли, когда они были ещё амфибиями, то есть из рыб вышли на сушу, стали амфибиями. Потом стали млекопитающими, а потом вернулись обратно в воду. Ну, вот сейчас я немножко подробнее расскажу про вот этих вот разных зверушек, которые в этом ролике присутствовали. Ну, первый такой самый примитивный кит из ныне известных ископаемых – это апокицетус. Он жил около 53 миллионов лет назад, и он был ещё таким вполне себе наземным животным, то есть у него были такие прочные четыре лапы, на которых он прекрасно бегал. Но при этом то, что свидетельствовало о его полуводном образе жизни – это вот такие вот плотные кости, которые были обнаружены в палеонтологической летописи. И плотные кости, они нужны для чего? Чтобы животное не всплывало. То есть когда какое-то животное с достаточно большим количеством жира плавает в воде, то ему сложно нырнуть. А чтобы, соответственно, нормально нырять, то нужно быть тяжелее. И вот, ну, допустим, у сиреновых ещё очень тяжёлые кости. То есть это, в общем, такая характерная черта. Вот. И питался он рыбой. Ну, с китообразными, ну, помимо того, что вот у него были плотные кости, которые говорили о его водном образе жизни, также о расстреле с китообразными свидетельствует строение его ушной кости. Вот здесь вот она показана. Но я пока не буду в это углубляться. Следующий такой вот предок современных китов – это амбулацетус. Он жил почти в то же время, что и китцетус, но чуть-чуть попозже. И он уже был таким более специализированным к передвижению в воде. У него были такие лапы, приспособленные для вот такого вот движения грибущего. И, ну, он, по-видимому, был каким-то засадным хищником, судя по строению его костей. И, вероятно, вот, возможно, как вот крокодил лежал на мелководье и ждал свою жертву. Следующее. Ну, это как бы уже даже не одно животное, а целая группа реминхтоцеттида семейства. И вот к нему относятся реминхтоцетус и кутхицетус. Это уже более такие животные, похожие, наверное, на современных выдр. То есть они так уже очень хорошо плавали, активно охотились в воде, по-видимому, питались рыбой. Ну, вот здесь вот фантазия художника. Он нарисовал усы чувствительные. Ну, действительно, если, конечно, по костям сложно понять, были у него усы или нет. Но, действительно, у него был такой очень длинный нос, которым, вероятнее всего, просто было удобнее ловить рыбу. Ну, следующее животное. Это уже, как вы видите, что у него… То есть это, вероятно, вот уже первый кит, из тех, про которые я рассказываю, первый кит, который не мог выходить на сушу. То есть, видите, у него задние конечности уже превратились в такие вот короткие плавнички. И еще тут у него что интересно, что у него нос уже начал сдвигаться назад, в сторону лба. Вообще, вот у китообразных в этом смысле очень сильно отличается строение головы от наземных млекопитающих, потому что у наземных млекопитающих нос расположен на конце морды. А у китообразных и у дельфинов, и у китов у них вот это носовое отверстие, оно находится фактически на лбу, то есть наверху головы. Хотя на самом деле лобные кости у них сильно смещены. А вот здесь вот у них, как видите, ничего нет, никаких дырок. И как это достигается? То есть вот здесь, на этих двух рисунках показано, какие кости наземного млекопитающего, где находятся у дельфина. Видите, то есть тут челюстная кость вот так вот сильно разрослась, и предчелюстная, вот синяя челюстная, красная предчелюстная, они очень сильно разрослись. А вот эти вот, соответственно, лобная и носовая, они наоборот, очень сильно сплющились и сдвинулись назад. И вот получилось, что вот нос, он вот так вот сюда передвинулся. Ну, понятно, для чего это нужно, чтобы, то есть когда животное выныривает, ему, конечно, удобнее, чтобы носовое отверстие находилось на верхушке, чтобы не высовывать нос каждый раз, а можно было просто дышать параллельно движению вот этому выныривающему. Ну, и еще одна черта, которая роднит вот этих вот, ну, не роднит, а как бы указывает на то, что вот эти вот киты, они были уже такими практически полностью водными животными, это строение полукружных каналов, которые, это органы равновесия, ну, умлекопитающих, то есть это три таких в разные стороны, в трех направленных, ну, то есть у нас, поскольку трехмерный мир, то в разные стороны направленные в три канала, и в них, соответственно, когда мы движемся, жидкость в них движется, и чувствительные волоски воспринимают и передают нам информацию о расположении в пространстве. И у наземных млекопитающих они вот такие вот большие, чтобы нам вот лучше как бы держать равновесие. А у предков китов они начинают потихоньку редуцироваться. Ну, вот пакицетус, который был вполне тоже наземным, у него они еще довольно большие. Вот это уже вот этот протоцетовый кит, ну, родственник предыдущего, который практически полностью вел водный образ жизни, и видно, что у него вот эти вот каналы уже очень близки к построению, к каналам современных дельфинов. Ну, и тут, в общем, тоже понятно, для чего это нужно, потому что им не нужно держать равновесие, они все время находятся в воде, где они могут поворачиваться в любых направлениях, и эти каналы им, наоборот, как бы мешают. То есть если они начнут крутиться с такими каналами, как у нас, у них просто будет голова кружиться. А с маленькими, в общем, все нормально. Ну, и следующая группа, это семейство базилзавриды, это уже такие, ну, животные, очень приближенные по строению к современным китам. Они отличаются, вот, в частности, все еще у них есть вот эти вот рудименты, то есть остатки задних конечностей. И, а, ну, вот сейчас мы посмотрим, как, собственно, они выглядели и плавали. Вот тут дайвер на машине времени отправился в ОЦМ и снял там на видео базилозавра. Это такой огромный кит длиной до 25 метров. То есть вот в процессе эволюции эти киты, они не только приспосабливались к воде, но еще и сильно увеличились в размерах. Вот здесь вот, видите, видны вот эти остатки задних конечностей. Ну, вот видно по сравнению с лодкой, какой огромный был этот кит. Ну, и друдон, это тоже представитель того же семейства. Он был гораздо мельче, чем базилозавр, но тоже, в общем, имел очень сходное строение и имел тоже такие вот задние конечности. А вот это вот уже кит, который является как бы переходным звеном от вот этих древних китов. Вот все древние киты, они объединяются в группу археоцети. Ну, то есть, собственно, древние киты в переводе на русский. И все они к настоящему времени вымерли. А сейчас существуют две такие современные группы. Это усатые киты и зубатые. Вот я про них чуть попозже подробнее расскажу. И вот этот лоноцитус, он, это переходное звено между древними китами и современными усатыми китами. А для усатых китов, ну, для них сейчас характерно то, что у них у всех есть китовые усы, нет зубов. Почему они, собственно, называются усатыми. А вот у этого кита, у него хотя есть уже некоторые характерные прислаки усатых, но при этом у него все еще были зубы. Вот видите, вот такие вот многовершинные зубы. А ус, он для чего нужен? Чтобы через него фильтровать воду. И вот эти вот, по-видимому, зубы, они тоже, поскольку у них такое вот строение, если их замкнуть, то получалась тоже такая сеточка, через которую можно было хоть менее эффективно, но все равно фильтровать воду. То есть, по-видимому, вот этот способ питания, как у современных усатых китов, сначала зародился вот с помощью таких зубов, а потом уже у них появился китовый ус, который был для этого лучше приспособлен. И вот у этого вот кита, этого цитоса, который уже жил не в олигоцене, а в олигоцене, у него уже был и китовый ус, и зубы. То есть, вот у него такая уже широкая воплощенная челюсть, которая говорит о том, что у него прикреплялся китовый ус к этой челюсти. Ну и вот, собственно, тоже тут процесс сдвига отверстия на лоб у него уже достаточно далеко зашел, если сравнить его с современным китообразным. Ну а вот ранние зубатые киты. То есть, зубатые киты – это киты, у которых есть зубы, к ним относятся дельфины, косатки, кашалоты и прочее. И вот, соответственно, у них… Ну, видно, что вот они уже очень сильно похожи, особенно кентриадо, на современных дельфинов, и никаких вот этих вот задних конечностей у них уже не осталось. Все уже редуцировалось. Но при этом у них все еще оставались такие вот многовершинные зубы, потому что у современных дельфинов все зубы вот такие вот конические, как первые у этого сквалодона, а у них вот еще оставались такие вот примитивные признаки. Ну и вот, соответственно, то, о чем я говорила, что вымершая группа археоцитий и две современные группы. Ну вот, раньше это называлось отряд цитации, теперь он называется инфраотряд. А вот эти вот, то, что было под отрядами, теперь называется парвотрядами. Ну это несущественно, скорее всего, там еще в ближайшие 5 лет их еще как-нибудь назовут, потому что систематика очень любит все менять. Вот, ну, соответственно, современные китообразные делятся вот на усатых и зубатых китов. Вот у усатых с верхней челюсти свисает такой вот китовый уз, а у зубатых есть зуба. Ну, довольно много различий, в том числе и в строении скелета. Ну вот, в частности, допустим, у усатых китов нет грудных ребер, при этом зато у них есть рудименты, ну, то есть остатки тазового пояса, а у зубатых китов он полностью исчез. И, ну вот, как выглядит китовый уз вблизи. То есть вот этот вот кит, собственно, сколько его тут видно, верхняя челюсть кита, ну, вот эта вот нижняя челюсть, то есть он как бы открыл рот и смотрит на нас. И видно, что вот с верхней челюсти свисают такие вот пластины китового усы. Вот здесь тоже видно. И они образуют такую частую решетку, сквозь которую кит может профильтровывать воду. И то, собственно, каким образом он профильтровывает воду, то есть его способ питания, он, в общем, достаточно сильно различается у разных групп усатых китов. Сейчас выделяют четыре семейства, которые как раз различаются в том числе очень сильно своим способом питания. Ну, первое, во-первых, ну, собственно, вот из этих семейств, вот серые киты и карликовые гладкие киты, это очень маленькие семейства, у них только по одному виду. А вот самые большие – это полосатики и гладкие киты. И вот они как раз очень сильно отличаются друг от друга, потому что у гладких китов, у них очень такая вот дугообразная верхняя челюсть и очень длинный китовый уз, потому что они, когда плывут, они профильтровывают на ходу через этот китовый уз различные пищевые частицы, планктон, криль, и происходит это просто за счет движения кита. То есть как мы с очком ведем по воде, чтобы что-то поймать, так и он. А у полосатиков, у них немножко другой способ, они называются полосатиками, потому что у них на брюхе такие полосы, это продольные складки, которые позволяют сильно раздувать горло, и они захватывают рывком большое количество воды с пищевыми частицами, например, с мелкой рыбой, и потом ее, закрыв рот, уже профильтровывают через китовый уз. Поэтому им не нужен такой вот длинный уз, он у них наоборот короткий и такой более жесткий, и поэтому у них челюсть широкая, верхняя, но не такая вот недугообразная. Это, собственно, как можно отличить череп полосатик от черепа гладкого. Вот еще, соответственно, как выглядит, собственно, гладкий кит, вид спереди. Вот эта вот нижняя челюсть, это язык, верхняя челюсть, она такая очень-очень узкая, но при этом высокая, и на ней вот для таких два ряда пластин китового уса. И вот так вот он питается. Видите, он плывет по поверхности воды, вот эта вот верхняя челюсть, вот китовый ус, вот нижняя челюсть, и вот видите, как здесь бурлит вода, и за китовым усом, то есть она проходит через эту решетку, и вот он набрал себе каких-то какого-то планктона, закрывает рот, слизывает языком это, все глотает, ну и потом дальше открывает и плывет. Вот из-за такого способа питания вот эти гладкие киты очень сильно уязвимы к разным, ну, к запутыванию в различных сетях или просто веревках, то есть когда какая-то сеть болтается на поверхности, полосатик вряд ли за нее зацепится, потому что он вынырнул, занырнул. А гладкий кит, вот он плывет по поверхности и очень часто наматывает себе на верхнюю челюсть либо сети, либо какие-то веревки гибнут от этого. Ну и вот к этому семейству относятся два рода. Первый род – это боляно-гренолазские киты, в котором один вид. И гренолазские киты – это, наверное, единственный вид китов, который практически всю свою жизнь старается проводить у кромки льда, то есть это такой очень холодолюбивый вид. И вот он обитает только в северном полушарии, есть несколько популяций, есть вот Атлантическая, и есть, соответственно, у нас в Охотском море и в Беринговом. Следующее семейство того же рода – это эбулиниды, собственно, гладкие киты. И они уже более теплолюбивые животные, они лето стараются проводить в холодных водах, где много еды, а на зиму уходят все-таки в теплые. И их раньше всех считали тоже одним видом, но потом, ну вот где-то еще, наверное, в конце 20 века, мы потом разделили, соответственно, южного полосатика и северного, не полосатика, южного гладкого кита и северного гладкого кита, а потом уже разделили, соответственно, атлантического и тихоокеанского. То есть сейчас их выделяют три вида – южный гладкий кит, североатлантический и северо-тихоокеанский. Ну, следующее такое очень интересное семейство. На самом деле, вот про вот этих карликовых гладких китов вообще очень мало что известно, потому что они обитают далеко от берегов, только в южном полушарии, ну вот в каких-то вот таких умеренных и холодных морях вокруг Антарктики. И их очень редко встречают в море, но, в общем, про их биологию мало что известно. И до последнего времени их относили к семейству неаболинида, собственно, как бы семейства карликовых гладких китов. Но недавно была сделана работа по их биологении, и было показано, что они очень близки к вымершему киту цитотерию, который, собственно, образовывал семейство цитотериида. И поэтому вот этих китов теперь тоже относятся к семейству цитотериида. Ну, в общем, больше про него мало что можно сказать, потому что действительно про него практически ничего не известно. А вот следующее семейство полосатики, оно такое самое большое вообще среди усадок китов. Большинство всех известных китов к нему относятся. И оно очень такое, достаточно разнообразное, и живут в самых разных частях земного шара. В общем, если вы где-то встретите кита, то с большой долей вероятности это будет полосатик. Вот как они питаются, вот как я уже сказала, в отличие от гладких китов, они делают такой большой рывок, их глотка, вот эта вот полость их раздувается за счет складок, и потом они закрывают рот, и вот так вот, сжимая эти складки, воду профильтровывают, и уже тогда съедают то, что осталось на китовом усе. И в этом семействе два рода. Это боленоптеры, собственно, полосатики, и мегаоптеры, это горбач. Но на самом деле сейчас, в общем, пытаются пересматривать всячески эту их систематику. По некоторым данным, некоторые представители боленоптера ближе к горбачу, то есть, возможно, это тоже как-то поменяется через некоторое время. Но в настоящее время вот такая вот классификация. И, в общем, по внешнему виду тоже они делятся на такие группы. То есть, все вот эти боленоптеры – это такие быстрые, очень обтекаемые, такие торпедообразные киты, которые быстро движутся в воде и достаточно маневренные. Ну, а горбачи – это единственный вид рода мегаоптера. У них есть такие огромные вот эти вот грудные плавники, которыми они пользуются для разных целей, но в том числе вот чтобы как-то маневрировать в воде. И у них за счет этого гораздо меньше скорость, то есть там какой-нибудь синий кит или финвал, он быстрее движется, чем горбач. Но при этом у горбачей выше маневренность и гораздо больше у них всяких хитрых способов, как бы так добыть свою пищу, чтобы поменьше энергии тратить. То есть не бегать за ней, а как-то по-хитрому ее загнать. Я об этом буду позже рассказывать в лекции про пищевые традиции. Но вообще горбачи – это такие, наверное, самые известные киты, потому что, во-первых, их сейчас стало довольно много. Они после китобойного промысла восстановились, и повсюду, где людей возят на так называемые вайл-вотчинг-туры по наблюдению за китами, в большинстве случаев это горбачи. Но они также поют вот эти вот китовые песни, то есть если вы слышите про китовые песни, это тоже горбачи. То есть это вот такой известный кит. Ну а блин опытера, собственно, что про них можно сказать, что к ним относится самый большой кит из всех. Вообще самый большой млекопитающий когда-либо существовавший – это синий кит длиной более 30 метров, который вот весит там где-то более, тоже более 30 тонн. Следующее семейство – это серые киты. К нему относится только один вид – эшистиус робустус. И он тоже отличается и от полосатиков, и от гладких китов по способу питания. А способ питания у него такой, что он питается теми организмами, различными рачками, которые живут в иле. То есть не в толще воды, как и другие киты, а вот именно вот в этом толстом слое ила на дне. Ила на дне. То есть вот сейчас посмотрим, как он это делает. Вот он плывет вдоль дна на боку. И, соответственно, с одной стороны засасывает в рот этот ил, а с другой стороны его профильтровывает и оставляет тоже на своем китовом усе каких-то рачков, которых проглатывает. И за счет этого, ну, то есть не за счет этого, а для того, чтобы справляться с такой задачей, у него очень такой короткий и толстый плотный китовый ус. Здесь вот его видно. Гораздо более толстый, чем у других видов. Ну и складок у него всего две. То есть вот он от полосатиков отличается тем, что… Ну, в принципе, они есть, но их очень мало. И он немножко может раздувать рот, глотку, но не так сильно, как другие киты. Ну, следующая группа – это зубатые киты. Вообще их гораздо… Вот зубатых китов, разнообразие их, но и, в общем-то, численность значительно больше, чем усатых. И, ну, сейчас я попробую про них рассказать. Так, в общем… Ну, то есть просто если про них рассказывать подробно, про каждую группу, то это можно на несколько лекций растянуть, поэтому я так как бы голубым по Европам пробегусь по ним. Ну, вот первое семейство – это морские свиньи. Ну, почему их называют свиньи, в общем, никто не знает, потому что, в действительности, это такие достаточно красивые, изящные животные. Ну, и они не хрюкают, и, в общем, ничего такого не делают. Но почему-то вот они и по-русски называются морские свиньи, и в некоторых европейских языках тоже такое вот у них название. Вот, ну, собственно, обыкновенная морская свинья – это такое очень распространенное в северном полушарии животное. Допустим, у нас вот, если в более на Черном море, то, что там называют азовкой, это тоже подвид обыкновенной морской свиньи. И также она есть и в Атлантике, и в Северной Пацифике. Но она очень такая незаметная, и обычно держится поодиночке или небольшими группами, никогда не выпрыгивает из воды, поэтому, в общем, даже если дельфинов легко заметить, потому что они достаточно активно себя ведут, то морских свиней обычно заметить очень тяжело, поэтому люди могут даже не знать, что она там водится, хотя она там есть. Но вот калифорнийская морская свинья – это такой вымирающий вид. Их сейчас осталось очень мало из-за того, что они попадаются, все эти рыболовные, они вот обитают в Калифорнийском заливе. И сейчас вот как раз небольшая проблема, пытаются придумать, как их спасти. Вот эта вот белокрылая морская свинья, она у нас обитает в Северной Пацифике, и это такой очень, ну, в отличие от обыкновенной морской свиньи, это очень активный такой вид, который легко увидеть. Они любят ходить к судам, катаются на волне возле носа судна, и вот если вы, допустим, пойти на Камчатку, выйдете в море, то, скорее всего, их увидите. Очковая морская свинья и аргентинская, они обитают в Южном полушарии, почему у нас их нет. Абисперая морская свинья – это вид, который в Азии в основном обитает, причем там он даже в реки заходит. И там, ну, к нам вроде бы есть какие-то старые записи, что иногда он заходил в российские воды, но очень давно обычно он не встречается. Следующее семейство – это мандантида нарваловая, к которым относятся два вида. Это белуха и нарвала, собственно. Ну вот белуха – это такой, ну, я не знаю, если вы были там в какой-то российском дельфинаре, то там обычно их эксплуатируют, то есть их там можно легко увидеть. И также вот во многих российских морях, то есть и в Белом море они есть, на Славках, допустим, можно их наблюдать, и в Охотском море. И они образуют вот такие вот огромные скопления. Вот там вот была съемка с самолета. В каких-то районах, то есть это обычно какие-то стуари рек с мелкой водой и опресненной. И вот летом они там собираются, охотятся на рыбу и как-то общаются, линяют. То есть это, в общем, такой зрелищный вид, который можно удачно посмотреть. А вот нарвал, он интересен, ну, прежде всего, конечно, он интересен людям тем, что у него есть такой вот рог на носу. Видите, вот. На самом деле это, конечно, никакой не рог, а просто сильно разросшийся передний зуб один. Иногда, кстати, встречаются нарвалы с двумя зубами, с двумя такими вот длинными рогами. Ну, он есть только у самцов. И при этом зачем он нужен, в общем, никто не знает, потому что, ну, есть, вроде бы есть наблюдение, что вот они так иногда им, как бы, вроде бы турнирно фехтуют. Но при этом была еще версия, что они могут им разбивать лед, потому что они живут как раз вот вблизи льдов, очень часто в полыньях встречаются. Но тогда, во-первых, никто никогда не видел, когда они как бы, как они этим рогом разбивают лед. Во-вторых, тогда непонятно, почему его нет у самок. И, в общем, есть еще версия, что он как-то используется как орган чувств, потому что в нем очень много всяких чувствительных окончаний. Но тоже, в общем, непонятно, если он так нужен, то почему его нет у самок. Вот такая вот, в общем, загадка. Следующая систематическая группа – это кшалоты. Ну, во-первых, это, собственно, сам кшалот. Это один вид, такое вот огромное животное. Про него я еще буду довольно много рассказывать в следующих лекциях, потому что у него вообще очень много всего интересного. И он, и способ питания у него интересный, и способ звукопродукции. Но, в общем, здесь я пока, наверное, не буду на нем останавливаться. Просто расскажу потом поподробнее. А ну вот, можно посмотреть, как он выглядит. Ну, вот это вот детеныш такой еще достаточно маленький, потому что у них, ну, они питаются очень глубоко под водой, ныряют на большую глубину, несколько километров могут занырнуть. И вот матери, когда ныряют питаться, они часто детей вот так вот оставляют на поверхности. И, ну, дети еще не могут так глубоко нырять. И вот здесь вот такой вот ребенок, который мается от безделия в ожидании мамки, вот он с дайверами тут развлекается. Вот видите, у него такая очень узкая длинная нижняя челюсть, и зубы у него есть только в нижней челюсти, а верхней нет, потому что он питается в основном кальмарами. Вот. Ну, еще есть два маленьких кашалота, два вида. Собственно, карликовый кашалот и малый карликовый кашалот, то есть еще более карликовый. Но про них, в общем, мало что известно, потому что это такие пилогические, ну, то есть обитающие вдали от берегов, и очень малозаметные виды. То есть, в общем, его можно заметить. То есть большой кашалот, он когда выныривает, он дает такой большой пушистый фонтан, который можно заметить там за 10 километров. А вот эти вот кашалотики, они фонтан никакой не дают, поэтому их, можно заметить, только в полной штилле, только вблизи, поэтому их очень редко встречают в море, и практически про них ничего не известно, как они вообще живут и чем занимаются. Но питаются они тоже на глубине, тоже кальмарами. А вот следующее семейство, оно вообще очень загадочное, потому что вот это тоже, да, животные, которые в основном питаются глубоководными кальмарами, живут тоже вдали от берегов. И особенно вот этот вот рот мезоплодун, ремнезубы, в нем, в общем, не очень понятно, сколько видов, но на данный момент их выделяют 15, совсем недавно было там, по-моему, 13. В общем, причем многие из этих видов, их никогда не видели живыми в природе, они известны только по находкам на берегу мертвых животных. Некоторых даже не просто мертвых животных, а просто череп, допустим, или там какие-то еще остатки. И вот поэтому… А, но еще интересно у них то, что у них есть только две пары зубов и только у самцов. И вот эти вот две пары зубов, они являются как раз таким характерным определительным признаком, по которому различаются эти виды, потому что они используются, очевидно, в каких-то турнирных драках, потому что эти животные обычно очень… Ну, особенно санкции очень сильно исцарапаны, вот здесь вот видно. И вот формы расположения этих зубов, они как раз очень сильно различаются у разных видов. Вот здесь вот этот командорский ремнезуб, но вот это вот другой вид, у которого вот эти вот штуки – это тоже зубы, то есть просто они обросшие кожей, а вот это вот красное – это такие как бы обрастания, морские уточки. В общем, такие очень странные внешние животные, а у самок ничего этого нет, у них просто морда вообще без зубов, поскольку они питаются кальмарами, кальмары такие мягкие, они их не хватают, а просто засасывают и глотают. Но, в общем, больше про них сложно еще что-то рассказать, потому что все-таки действительно про них очень мало известно. Такие загадочные животные. Но чуть более изученный род тоже того же самого семейства – это плавуны два вида, северный плавун и южный. На самом деле, может быть, их даже уже три вида, потому что недавно описали вот в северной части Тихого океана, все-таки вот когда провели генетические исследования вот этого северного плавуна, выяснилось, что там есть две такие формы, и одна из них генетически даже ближе к южному плавуну, чем вот к другой форме. То есть, по-видимому, все-таки в ближайшее время выделят третий еще вид. Вот эти киты, они хотя тоже глубоко ныряют за едой, но они встречаются в некоторых местах близко к берегу, там, где большие глубины подходят близко к берегу, в частности, на Командорских островах. Я там каждый год работаю, и мы там этих плавунов наблюдаем и изучаем. Ну, вот это вот тоже вид, в общем, близкий по биологии к плавуну, но тут тоже два вида, соответственно. Ну, вот у плавуна, если южный плавун, она обитает в южном полушарии, северный плавун в северной Пацифике. А у бутылконоса, соответственно, плосколоба бутылконоса тоже в южном полушарии, вокруг всей Антарктики, а плосколоба, он обитает только в Атлантике, то есть плавун только в Пацифике, бутылконос только в Атлантике. Ну, в принципе, В принципе, они довольно схожи. Следующая группа, которая раньше считалась одним семейством, это речные дельфины. Но потом, когда стали анализировать связи путем генетического анализа, выяснилось, что вообще они друг с другом никак не связаны. Их раньше считали родственниками, потому что они внешне очень похожи. Но при этом часть из них обитает в Азии, а часть в Южной Америке. И вот эта внешняя похожесть, она, по-видимому, вызвана тем, что они все живут в реках. Там примерно такой очень похожий биотоп, и они к нему приспособились. Сейчас мы посмотрим. Это вот такие очень странные с виду животные, какого-то такого инопланетного вида. Это амазонская иния. У него практически нет глаз, то есть они там могут как-то свет от тьмы отлежать. В общем, поскольку она живет в таких очень мутных реках, то там видеть особо нечего. Но при этом очень длинное такое чувствительное рыло и большие плавники, то есть они плавают не очень быстро, но достаточно маневренные. И вот обратите внимание, что у нее голова может шевелиться в разных направлениях, сбоку-набок. У большинства дельфинов такой возможности нет. У них просто шейные позвонки сросшиеся намертво. Ну вот, соответственно, в Южной Америке есть два семейства. Это лапласский дельфин бандаприида и семейство иниида, в которой вот эти вот два или три амазонских вида. А в Азии есть, в Индии два. Но на самом деле там по некоторым классификациям их считают двумя разными видами, по некоторым двумя подвидами одного и того же вида. То есть это пока непонятно. Но видите, он хотя и живет очень далеко от Южной Америки и не является родственником, но внешне он достаточно похож. Тот же самый длинный нос, тоже очень маленькие глаза, и такие вот широкие плавники. А вот это его череп такой совершенно вообще необычный. Ну и еще одно азиатское семейство, это китайский речной дельфин. Тоже, в общем, видно, что он внешне похож на всех других речных дельфинов. Но вот он, к сожалению, по-видимому, уже вымер, потому что еще когда-то, по-моему, чуть ли не в 2005 году была последняя экспедиция в попытке, собственно, выяснить, этот дельфин еще существует или нет. Ну, поскольку он жил в этих больших китайских реках, а там очень активно развиты промышленности, рыболовство, и все на свете, и, в общем, он постепенно исчезал, исчезал. И вот когда в 2005 году попытались его найти, его найти не смогли. То есть, по всей видимости, он все-таки уже исчез. Ну, следующее семейство, это, собственно, дельфиновые. То есть вот речные дельфины, они хотя называются дельфинами в обыденной речи, но в действительности они к семейству дельфиновых не относятся. При этом к семейству дельфиновых относятся многие из тех, кого мы в обыденной речи дельфинами не называем. Например, касатка к ним относится или какие-нибудь там гринды. Ну, вот это вот семейство, оно самое большое среди всех зубатых китов. И, в общем, сложно сказать, сколько там видов. Ну, вот я насчитал последние версии 38, но в действительности, в общем, последний из них был выделен в 2014 году. То есть не исключено, что там в следующем году их станет 39 или там 40. То есть, в общем, достаточно быстро идет такой процесс. И, ну, вот первое, наверное, о ком стоит рассказать, это дельфины. Но они считаются по одной из версий самыми примитивными среди дельфиновых. Это цифалоринхусы. И они обитают только в южном полушарии, у нас их нет. Вот 4 таких вида. Они, в общем-таки, очень необычные внешне, достаточно интересные. Ну, в частности, в Новой Зеландии можно вот этих вот наблюдать. И, ну, вот я буду, когда я, собственно, делала вот этот раздел про дельфиновых, я смотрела разные классификации. И там есть некоторое деление на подсемейство, но оно немножко различается в разных версиях. И я попыталась расположить, соответственно, вот эти вот все рода по родству, то есть как бы по подсемействам. Но я их не буду здесь называть, потому что, ну, чтобы не вводить вас в заблуждение, потому что как бы одна классификация может быть более правильной, другая менее, и, в общем, пока не очень понятно, как это правильно делать. Ну вот следующая группа – это китовидные дельфины. И, да, и вот это вот китовидные, ну, соответственно, их два вида. Один живет в северном полушарии, другой в южном. И они вот такие внешне очень интересные тем, что у них нет спинного плавника, и поэтому они очень странно выглядят, такие какие-то торпедообразные животные, непонятные. Вот особенно вот этот вот южно-китовидный дельфин, у которого еще и окраска такая интересная. Ну, они, в общем, живут вдали от берегов, и про них мало что известно. Следующая группа – это лагеноринхус, шесть видов, и они как раз живут и как вблизи от берегов, так и вдали. В общем, такие рыбоядные дельфины. И про них интересно что? Что их до сих пор пока еще вроде бы считают одним родом, но по генетическим данным получается, что все-таки их правильнее разделить на три разных рода. Вот этих вот два – это из южного полушария, два дельфина, их отнести к цифлоринхусам, которых я первых четырех показывала. Вот в самом роде лагеноринхус составит два атлантических вида, это атлантические белобойки и беломордый. А вот этих дельфинов, это тихоокеанские белобойки и новозеландский такой, так называемый тусклый дельфин, у него нет нормального русского названия, потому что он в России не водится, а по-английски он называется доски-долфин, и вот переводят его как тусклый дельфин. И их предлагается выделить в отдельный род. То есть вот такие вот уже перестановки практически на ходу происходят. Следующий род – это стенелла. Это тоже в значительной степени такие быстроходные пилогические виды, которые держатся большими группами. Иногда это бывает даже много тысяч животных в одной стае. Вообще, я буду про это рассказывать тоже в лекции про питание, но для пилогических дельфинов характерно то, что они собираются в огромные стаи, потому что вдали от берегов корм, тоже обычно корм у них – это мелкая стаяная рыба или какие-то мелкие кальмары, он тоже встречается обычно такими большими пачками. То есть либо вообще ничего, либо сразу большой косяк. И им проще, разбившись в такую широкую шеренгу, прочесывать большую акватору, а если уж кто-то нашел корм, он остальным всем сообщает, они все собираются и все вместе его едят, всем хватает. Поэтому вот эти пилогические дельфины, они очень часто путешествуют такими огромными стаями по несколько сотен, иногда даже до тысячи особей. Ну и собственно, вот тоже Стенелла к ним относится. Вот эти вот две такие вот характерные пятнистые формы, один из них водится по всем тропическим водам, другой только в Атлантике, их часто путают в море. А вот еще тут интересно, что один из видов Стенелла, по-видимому, появился на свет путем гибридизации между двумя другими видами. Это было доказано тоже с помощью генетических исследований. И вот есть, соответственно, полосатый продельфин, то есть полосатая Стенелла и вертящаяся Стенелла. И выяснилось, что вот эта вот Стенелла кальмени, она, по-видимому, появилась на свет путем гибридизации вот этих двух видов. Ну вот, как они выглядят? Собственно, вот эта огромная стая пилогических дельфинов, это, как правило, такие очень быстро движущиеся, очень маневренные, подвижные животные. И вот, ну понятно, что внутри вот этой вот огромной стаи из многих сотен животных есть какие-то более мелкие семьи, они обычно так вот такими как бы кластерами плавают. И вот этот вот вертящийся продельфин, он, собственно, называется вертящим, потому что он часто совершает такие вот прыжки с подворотом. Для чего это нужно, не очень понятно, возможно, это какая-то сигнализация, но это вот характерно именно для этого вида. Ну, еще один представитель тоже экологической группы, тоже быстрый дельфин, живущий вдали от берегов, это Белобочка. И это один из трех видов дельфинов, которые у нас на Черном море обитают вот здесь. И интересно то, что вот с Белобочкой, ну на самом деле такая ситуация есть не только у Белобочки, я чуть позже про это скажу, что у них есть как бы такие симпатрические формы, симпатрические, значит, обитающие в одном и том же районе, которые внешне достаточно похожи, но вот у Белобочек они выделяются в два разных вида. То есть раньше там, допустим, где-то еще во второй половине 20 века считалось, что есть только один вид Белобочки. Но потом выяснилось, что все-таки существует две разных формы, которые внешне достаточно плохо различимы. Вот здесь вот, допустим, вот эта длиннорылая Белобочка, а это короткорылая. Ну, в общем, как бы так, если встретить их в море, разницу не заметишь. И просто у короткорылой чуть более короткая рыла, собственно. Но при этом различия генетические между ними довольно сильные. И в некоторых районах они живут по отдельности. Вот здесь вот синим показан ареал длиннорылой Белобочки, а красным короткорылой. А в некоторых районах они живут и те, и другие, ну, как бы в одном и том же месте, но при этом друг с другом не скрещиваются, ведут себя совершенно как разные виды. Но тут еще, правда, все осложняется тем, что даже внутри каждого из этих видов есть некоторое количество довольно сильно различающихся форм в разных районах, что, в общем, тоже осложняет систематику. Так, ну, это малазийский дельфин. Так, надо уже перерыв делать. Малазийский дельфин. Ну, это, собственно, тоже один из этих пиологических видов, которые ходят большими группами, но про него практически ничего неизвестно, поскольку он всегда держится вдали от берегов. И вот как бы, ну, тут, как видно, у него такая есть достаточно большое разнообразие окраски. Иногда есть вот эта черная полоса, иногда нет. Но так, в целом, про него, в общем, особо рассказать нечего. Вот, собственно, тот вид, в котором был, тот род, в котором новый вид был выделен в 2004 году. Это вот этот вот североавстралийский. Ну как, он по-русски, вообще у всех вот этих видов с русским названием довольно тяжело, поскольку они в России не водятся, поэтому называют их, кто как попало. Ну, есть версия, что горбатый дельфин его называют, или белый дельфин. Соответственно, раньше выделяли вообще всего два вида. Атлантические, соответственно, и тот, который обитает вот в районе Азии, там где-то в Индийском океане, и доходит до Северной Австралии. Потом выяснилось, что вот в этом азиатском выделяются две формы. Соответственно, вот эта вот, которая в Китае, такая вся розовая из себя, и, соответственно, вот эта, которая в остальных регионах. А потом еще выяснилось, что, соответственно, в 2014 году, что в Северной Австралии тоже они достаточно сильно отличаются от других, и тоже им предлагается подать статус нового вида. Ну, это вот дельфины как раз не эпилогические, это как раз они живут вблизи от берегов, на мелководьях, и вот видно, что форма у них совершенно другая, такая как бы значительно менее обтекаемая и больше приспособленная к каким-то таким манёврам вблизи от берега. Вот это вот саталия. Так, сколько там еще? Я не знаю, может быть, сделать сейчас перерыв? Тут, конечно, такая середина, потому что уже прошло. Давайте сейчас сделаем перерыв на 5 минут, и дальше я потом продолжу про дельфинов вам рассказывать. Следующий род дельфинов – это саталия, и это тоже такие прибрежные виды, которые обитают, ну, один из них, собственно, до недавнего времени их тоже считали одним видом, вот эти вот два, флевиателис и гуанинсис, и выделяли две формы, одна из них обитает вообще в пресных водах в реке Амазонки, а другая в солёных водах, собственно, побережья Южной Америки. И вот недавно всё-таки тоже провели генетические исследования, показали, что их можно считать разными видами, и вот теперь они считаются двумя разными. По, соответственно, крупнозобу дельфин, он по одной из версий филогении, он относится к одному и тому же подсемейству, что и саталия, хотя ни внешне он на неё не похож, ни по биологии, в общем-то, никак, то есть, но при этом вот оказывается родственником. И он как раз обитает тоже вдали от берегов, и то есть является... Ну вот меня тут спросили во время перерыва, я, видимо, просто плохо произношу слово пилогический. Пилогический – это обитающий... Ну, в пилогеале – это вообще вот часть моря, которая находится не рядом с берегом, а вот эта вот вся толща воды и не рядом с дном. Но, соответственно, пилогические виды – это те, которые обитают вдали от берега. И крупнозубый дельфин тоже как раз к таким относится, в отличие от саталии. Следующий вид, точнее, рот – это афалина. Это вот как раз тот самый дельфин, которого, наверное, все представляют, когда вообще слышат слово «дельфин». То есть это тот дельфин, которого мы чаще всего видим в дельфинариях и который в фильмах разных снимается, флиппер там и все такое. И, собственно, он же обитает у нас на Черном море. Ну и если вот вы там видите дельфина, то, скорее всего, это окажется афалина. Там еще есть белобучки, про которых я уже сказала, но они все-таки обычно подальше в море, а афалина подходит к самому берегу. И с ними, в общем-то, та же история, что и с белобучкой. То есть их тоже до недавнего времени считали одним видом, но просто они очень сильно в разных районах очень сильно отличаются друг от друга и размерами, и окраской, и какими-то пищевыми привычками. Вот, например, сейчас выделяют так вот стабильно два вида. И, может быть, еще один, но про него пока нет уверенности. И один из них – это индийская фалина, торсио-псадунгус. Она обитает в Индийском океане. И ее, в общем, можно… Один из характерных признаков, у нее иногда встречается вот такая вот пятнистость, как вот здесь вот показаны на фотографии, которой у обыкновенной афалины, как правило, не бывает. А все остальные дельфины относятся к виду обыкновенной афалины, но при этом они очень сильно отличаются друг от друга. То есть вот это, допустим, тихоокеанская афалина. А вот эта вот, она гораздо меньше размером и, видите, гораздо светлее по окраске. Это атлантическая, антропическая. То есть это извод Флориды, там где-то вот такая тропическая Северная Америка. А вот эта вот тоже атлантическая, но обитающая в водах Шотландии. То есть вот видно… Ну, здесь относительный размер не соблюден, естественно, но видно вот по соотношению размера головы и размера тела, потому что это все взрослое животное, что вот этот вот гораздо крупнее. То есть вот там, поскольку там более холодные воды, то там животному, чтобы сохранять тепло, нужно быть более толстым, более крупным. И вот там вот такие огромные жирные афалины встречаются в отличие от других мест. Ну и вообще вот во многих других районах они тоже довольно сильно отличаются друг от друга. При этом непонятно, вот где провести границу, кого считать видом, кого считать под видом, кого считать просто локальной популяцией. И вот такие проблемы есть не только у афалины и белобочки, у многих других видов, но вот у них они наиболее так сильно проявляются. Следующая группа – это дельфиновые, которые некоторыми систематиками выделяются в отдельное такое подсемейство глобицефалина. И их объединяет то, что у них нет вот этого вот длинного носа или рыла, которое есть у предыдущих всех, ну, большинства дельфинов. И это связано с их способом питания. Большинство из них специализируется на питании кальмарами. То есть вот чтобы схватывать рыбу, им нужен такой вот длинный нос с многочисленными мелкими зубами. У кальмаров они обычно засасывают, поэтому нос особенно такой выдающийся не нужен. И они вот как бы все имеют такую достаточно округлую морду. К ним относятся серый дельфин, бесклювый дельфин и два вида гринды. Одна из них тропических вода живет, а другая в Северной Атлантике. Также два вида косаток. Ну, это про настоящую косатку я на следующем слайде расскажу. Вот это две таких, как бы малая косатка и карликовая косатка. Они, в общем, значительно мельче обыкновенной косатки. Но при этом вот... И они обитают только в теплых водах, то есть в России они не встречаются. Но при этом вот малая косатка иногда тоже охотится на каких-то теплокровных животных. Но, как правило, все-таки они тоже питаются в большинстве случаев кальмарами, ну или какой-то рыбой. И еще сюда, в эту же группу, попадает ирвадийский дельфин. Он вообще такой очень странный внешне. Видите, тут, не знаю, на хатифната какого-то похож. И они обитают в водах Юго-Восточной Азии, причем даже заходят в реки тоже иногда. И тоже их недавно разделили на два вида. То есть до недавнего времени все они относились к виду Арцелла бревиострис. А недавно выделили отдельный вид, который вводится в водах Северной Австралии. Это вот Арцелла хейнсони. Ну и, собственно, косатка. У нее вот эта вот проблема, про которую я рассказала, когда говорила про афалину, она тоже очень сильно выражена. То есть пока что все косатки во всем мире относятся к одному виду Арцелла сорка. И они, в общем, обитают практически во всех океанах. Но очень часто даже в одном и том же месте могут встречаться несколько разных форм косатки, которые друг с другом не скрещиваются. Допустим, вот в Антарктике сейчас обитают, сейчас нашли уже 4, возможно, даже 5 разных форм, которые отличаются между собой, ну, во-первых, внешне довольно сильно. Ну вот, тут видно, что вот косатки типа А, но это обычные нормальные косатки, как мы их себе представляем. Косатки типа Б и С, они не черные, а такие вот как бы слегка, ну, темно-серые. И они отличаются формой заглазничного пятна. У косаток типа Б оно огромное, а у косаток типа С, наоборот, гораздо меньше, чем у нормальных косаток. И вот эти две формы, они обитают вблизи льдов, но при этом косатки типа Б питаются тюленями, а типа С рыбы. И вот тип С, они гораздо мельче нормальных косаток, даже самцы там больше 5 метров не бывают. Ну, а тип Д, это вообще такие очень странные животные. Ну, здесь не очень хорошо видно, но у них форма головы вообще очень сильно отличается, она такая как бы гульбообразная, как у гринды. Совсем маленькое, заглазничное пятно, даже меньше, чем у типа С. Но они вообще, про них очень мало чего известно, поскольку они достаточно редко встречаются. Но, по-видимому, они тоже питаются рыбой. То есть такие вот интересные различия. И они могут встречаться в одном и том же месте, где и другие типы, и друг с другом никак не скрещиваются, не общаются, ведут себя как разные виды фактически. В Северной Пацифике, то есть в северной части Тихого океана, тоже такая достаточно интересная ситуация, что там есть три формы. Ну, вот есть мористые или офшорные, ну, или, как можно сказать, пелагические косатки, которые водятся вдали от берегов, и поэтому они довольно редко встречаются, и про них мало что известно. А вот две хорошо изученные формы – это рыбоядные или, как называют, резидентные, и плотоядные, или, как их тоже называют, транзитные. И вот они, собственно, отличаются и внешне достаточно сильно, то есть, в частности, у рыбоядных довольно часто бывает вот это вот пятно седловидное за спинным плавником с какими-то вырезками, ну, такой разной формы. А у плотоядных оно всегда такое вот округлое. Ну, форма плавника немножко отличается. В общем, тоже у них достаточно сильные морфологические отличия, и у них очень большие генетические отличия. То есть, когда сравнили вообще всех косаток во всем мире, получилось, что вот эти вот тихоакенские, они наиболее сильно отличаются вообще от всех. То есть, вот эти вот рыбоядные, они более близкие родственники, допустим, североатлантическим или даже тем же антарктическим косаткам, чем вот этим вот плотоядным, которые с ними бок о бок живут. То есть, вот такая очень интересная ситуация. И, ну, фактически, они тоже ведут себя как разные виды. Ну, пока что вот их не разделили, но, скорее всего, в ближайшее время разделят. Ну, и вот, собственно, подытожить. То, какие существуют проблемы систематики дельфиновых, почему вообще у них так всё сложно, и так часто бывают какие-то новые открытия или закрытия. Прежде всего, это связано с тем, что многие виды, они очень полиморфны. Ну, полиморфны – это значит, что в разных районах они сильно отличаются, имеют разную форму, разную окраску. И вот есть много локальных видов. Это характерно для фолины, белобочки, стенеллы, косатки и других. Связано это, прежде всего, с тем, что вообще у китообразных, у них, ну, вот именно конкретно у дельфинов, у них, в общем, очень сильные, как бы, вот эти вот социальные связи, они завязаны на взаимодействии внутри каких-то сообществ. То есть, вот если, допустим, тюлень, он родился на этом лешбище, но он может куда-то поплыть и там спариться с кем-то ещё, и ему, в общем, всё равно может быть в достаточной степени с кем общаться. А у дельфинов у них есть такие вот персонализованные социальные связи, и если туда приплывает чужак, то они с ним, ну, вот косатки, допустим, рыбоядные, полтоядные, в принципе, биологически они могут скрещиваться. То есть, если их ловят, сажают в дельфинарии, то они могут скреститься, ну, как собака и волк тоже. Допустим, они в природе обычно не скрещиваются, просто волки собак съедают, но, в принципе, в неволе они могут давать плодовитые потомства. Но вот получается, что вот именно за счёт такой вот ксенофобии они образуют большое количество локальных форм, которые, скрещиваясь внутри себя и адаптируясь к каким-то местным условиям, они начинают очень сильно отличаться. А, ну вот, собственно, тут третья форма афалины показана. Это как раз, ну, вот я говорила, что их два вида, возможно, три. Вот третий вид – это австралийская афалина на юге Австралии, тоже какую-то локальную форму. В 2011 году предложили выделить в отдельный вид, померяв какие-то их черепа и показав, что они стабильно отличаются от всех остальных. Ну, пока что её ещё не признали так официально. Ну, ещё одна проблема, мало того, что они такие все полиморфные и локальные, это у них есть ещё одна проблема. Это то, что все они достаточно легко между собой гибридизируют между видами. То есть, ну, вообще гибридизация между видами, но она в некоторых группах существует, и, в общем, ну, как волк с собакой, там различные куни друг с другом скрещиваются, там хорёк с норкой. Но у дельфинов, у них даже между родами получаются плодовитые гибриды, что вообще, в общем, как бы такой нонсенс. Сейчас непонятно, как это может получаться. Но, вот, тем не менее, факт то, что чаще всего это происходит между афалиной и какими-то другими видами, потому что, ну, афалину больше всего держат в неволе, и вот когда её держат с кем-то ещё, то довольно часто получаются всякие казусы. Ну, вот, например, вот эта вот афалина, мать, а вот это вот её ребёнок, который, соответственно, второй родитель, это гринда, такой большой чёрный дельфин с круглой головой. Получилось что-то промежуточное. Ну, вот, соответственно, гибрид тоже афалины и малой косатки. И интересно, что вот у этого гибрида, даже когда его потом, вот это вот ребёнка первого поколения потом скрестили с афалиной, у него тоже родились дети. То есть это, получается, не просто межродовой гибрид, но ещё и плодовитый, что вообще очень странно. Ну, и вот, соответственно, гибрид афалины и белобочки. То есть вот афалина, а вот это такая более субтильная белобочка с длинным носом, и вот получился ребёнок такой тоже промежуточный. Ну, и, как я уже говорила, соответственно, в природе это иногда тоже происходит, и даже есть такой вид стенеллы, который, по-видимому, именно таким путём и произошёл гибридно. Следующая тема. Мы переходим от китообразных к ластоногим. Ну, с ластоногими, в общем, примерно та же история, что и с китообразными. Они раньше считались отрядом, но потом выяснилось, что они все происходят от хищных, и правильнее их считать относящимися не к отряду пенипедии, ластоногии, а к отряду хищных, корнивры. И сейчас, когда говорят ластоногие, то, как правило, имеют в виду, что это не систематическая какая-то группа, а скорее такая экологическая. То есть это три семейства в составе отряда хищных, которые перешли к такому частично водному образу жизни. И про них, про их происхождение, в общем, было две основные гипотезы. Это то, что две из этих групп произошли от каких-то медведеподобных предков, а одна от каких-то куниеподобных предков, ну, либо что все они произошли от одного и того же. И, в общем, были какие-то доказательства в пользу одной гипотезы, в пользу другой, но вот вроде бы в последние несколько лет все все-таки примирились и согласились с тем, что они действительно произошли от одного и того же предка, то есть это как бы такой монофилитический таксон. И он является и не медведем, и не куницей. То есть получается, что, соответственно, вот все эти три группы, они произошли от предка, которые, ну вот, медведи ответвились от него раньше, а куни еще одновременно, то есть это было некоторое животное промежуточное между медвежьими и куними. И вот так вот выглядела первая из известных, ну, самая ранняя из известных предковых форм ластоногих, называется Пужила Дарвини в честь Дарвина. Ну, жила она где-то в районе 21-24 миллиона лет назад. И вот так вот выглядела, то есть похожа была и по биологии, и внешне на современных выдр. Питалась, по-видимому, рыбой. Прекрасно ходила по земле, имела все четыре функциональные лапы. Ну и другой известный предок ластоногих – это Энелиарктас, тоже живший примерно в одно и то же время, но уже значительно более приспособленный к водной среде. У него уже, то, что его роднит с современными ушастыми тюленями, у него передние лапы уже полностью превратились в ласты, ну, задние он мог подворачивать и вот так вот двигаться по земле, как бы все еще на четвереньках. Ну, а в воде уже очень хорошо плавало. И у него, соответственно, тоже такой признак, который уже его роднит с современными тюленями, это у него отсутствует хвост, а у Пужила он еще был. Ну, вообще, эволюционная история ластоногих гораздо хуже изучена, чем китообразных, и меньше форм их найдено. И, в общем, я тут не буду их все перечислять, потому что, ну, на самом деле, Энелиарктас уже достаточно близок к современным тюленям. Ну, вот несколько таких животных, которые тоже уже были близки к современным. Это группа десматофоциды. Это, на самом деле, сейчас известно три семейства ластоногих, а вот это вот было четвертое, но оно полностью вымерло. Ну, и вот это вот, соответственно, уже такие недавние предки. Ну, вредкие или, может быть, какие-то тупиковые формы. Вот это вот, соответственно, ранний какой-то морж. Видите, у него было по два... Вот у современных у них только два клыка из верхней челюсти торчит, а у моржей было четыре, и из нижней еще вперед торчали. Вот у этих вымерших моржей. Ну, их было, кроме этого вида, еще несколько форм известных. Ну, вот этот самый такой, наверное, красочный. Поэтому я его решила сюда поместить. Вот. И, соответственно, вот это вот, это предки ранние тоже тюлени, у которых уже видны, в общем, ну, фактически все те адаптации, которые есть у современных тюлений, они были у них, имелись в наличии. И современные тюлени, они, ну, как я уже несколько раз сказала, делятся на три основные группы. Это моржи и вот две таких группы тюленей, одна из которых называется ушастые, а другая настоящие или безухие. И, ну, понятно, что они называются ушастые, потому что у них есть уши. Но в действительности это такие только маленькие, такие рудиментарные, ну, то есть, как бы сказать, не функциональные, а просто они остались, потому что они были у предков, такие маленькие ушные раковинки, а у настоящих они уже полностью исчезли. И, ну, кроме этого, они отличаются также многими другими признаками, в частности, строением скелета и передвижением. Вот ушастые тюлени, они могут задние лапы под себя подгибать и передвигаться по суше как бы вот так на четвереньках. А на встрече тюлени у них уже вот такое строение таза, что они никак эти лапы подогнуть не могут, и им приходится ползать на брюхе. Вот настоящие тюлени, допустим, идут по суше. Вот ушастые тюлени идут по суше, а вот настоящие вот так вот движутся, ползая, как гусеницы. А в воде они тоже движутся по-разному. Вот у ушастых тюлений у них для передвижения в основном используются передние ласты. Видите, у них как бы такой подводный полет получается. А у настоящих, у них более специализированные задние ласты, собственно, поэтому они ими не могут использовать, не могут их использовать для передвижения по земле, но в воде вот они очень хорошо грибут ими, а передними только вот как-то рулят, ну или какие-то такие мелкие движения совершают. А основной вот движитель это именно задние ласты у них. Ну и морж, соответственно, он в смысле передвижения является чем-то промежуточным, то есть он может и подгибать эти задние ласты, как ушастые тюлени, и волочить за собой тело, как настоящее. Что касается систематики, до недавнего времени вообще всех ушастых тюлений, кстати, вот здесь можно посмотреть вот эти вот ушные раковинки оставшиеся, вот всех ушастых тюлений делили на две такие большие группы, чисто по внешним признакам, это морские котики и морские львы, то есть выделяли два рода морских котиков, северный и южный, и несколько родов морских львов. Но потом, когда проанализировали их родственные связи между собой, выяснилось, что это, в общем, такая неестественная классификация, потому что северный морской котик, он является такой, наиболее отличающийся от всех группы по каким-то признакам строения черепа, а все остальные, все морские львы и южный морской котик, они являются более близкими родственниками, то есть вот южный морской котик похож на северного, только вот за счет каких-то случайных сходств или приспособлений к одной и той же среде. Ну вот они здесь все представлены, вот этот вот северный морской котик, он у нас водится на Тихом океане, и на Командорских островах, и на Курильских образуют такие огромные лежбища. А вот южные морские котики в основном обитают в южном полушарии, в Австралии, и в Новой Зеландии, и в каких-то антарктических островах, и в Южной Африке. Но есть некоторые виды, которые в теплых водах северного полушария тоже обитают, но в основном все-таки в южных. А вот это вот, соответственно, те, кого считают морскими львами. Ну у нас распространен в основном вот этот вот, это сивыч, он тоже обитает. Все они вообще, следует сказать, что в Северной Атлантике, в общем, ушастые тюлени практически не встречаются. Они в основном встречаются в Северной Пацифике. А вот в южном полушарии они практически во всех морях. И, соответственно, в России они есть только вот эти два вида, морской котик и сивыч. И сивыч, он тоже обитает на Камандурских островах, на Курильских, разных других островах нашего Тихоокеанского побережья. А остальные, ну вот это калифорнийский морской лев, которого чаще всего во всяческих цирках используют. Ну он в основном в Америке живет, но к нам тоже иногда заходит. Ну и остальные, в общем, ну вот это вот из южного полушария виды, это еще один вид морского льва. Еще в Японии раньше обитал, но его вот истребили в начале 20 века. Ну точнее, в начале, в середине, в 70-х годах, по-моему, последняя встреча. В общем, следующее семейство – это, собственно, настоящие тюлени, у которых тоже есть такое географическое разделение. Есть подсемейство фацин, которые встречаются только в Северном полушарии. А есть подсемейство монахина, которые встречаются и в Северном, и в Южном полушарии. Ну вот, давайте сначала посмотрим на монахина. Ну названы они так в честь рода монахус, это тюлень-монах. Вообще, раньше он обитал даже у нас на Черном море. Это был, в общем, единственный лостоногий, который водился в Черном море, но его тоже, в общем, достаточно успешно уничтожали люди. И сейчас этот средиземноморский тюлень-монах встречается только в некоторых отдельных пещерах, где-то в Греции, в Средиземном море, и в Марокко еще, на Атлантическом побережье. Но, в общем, достаточно быстро сокращается численность, и есть вероятность, что он тоже исчезнет. Еще один вид обитал в Карибском море, его уже уничтожили. Но самый многочисленный живет на Гавайях, но он пока достаточно благополучен. Ну и вот этот тюлень-монах – это, наверное, единственный вид лостоногий, который живет исключительно в теплых водах. Вообще, большинство из них все-таки тяготеет к холодным водам, потому что, ну я про это буду подробнее рассказывать тоже на лекции про питание, в холодных водах, как правило, гораздо больше корма, чем в теплых, по некоторым океанографическим причинам. Ну, следующий род – это морские слоны. Их тоже два вида, ну вот он, такой странный с виду. И этот вид послужил, вдохновил какую-то скульптушу на создании популярного сейчас в интернетах этого ждуна. И вот, соответственно, этот морской слон интересен тем, что он единственный из всех настоящих тюлений образует гаремное лежбище, которое вообще характерно для ушастых. Ну и вот один вид, соответственно, живет в северном полушарии, другой в южном. А вот это вот четыре вида, они антарктические, то есть они обитают чисто в Антарктике, на льдах. И вот это вот морской леопард, это один, ну, наверное, единственный, ну, точнее, не совсем единственный, есть и другие виды, которые иногда нападают на теплокровную добычу, но вот он как раз так вот, собственно, почему он назван леопардом, он достаточно активно охотится на других тюленей, в том числе вот на детенышей тюленей-карбоеда, вот этот вот тюлень-карбоед. Это тюлень удела, а это тюлень роса. Вот они четверо как раз в антарктических водах водятся. Вот это вот фацины, это тюлени северного полушария, которые как раз в России встречаются. Вот этот вот такой большой толстый тюлень, это называют морской заяц или лахтак, и он как раз вот во льдах, в Охотском море у нас обитает достаточно многочислено. А вот этот странный тюлень, его называют хохлач, и вот этот вот большой красный шарик, это у самцов, когда у них в период размножения, они вот так вот показывают свою красоту перед самками. У кого больше красивее шарик, наверное, того и выбирает самка. А шарик, это на самом деле, это что? Это такая гибкая перегородка между двумя ноздрями. То есть он закрывает одну ноздрю, у него вообще у тюлений, у всех ноздри закрываются мышечным усилием, чтобы туда вода не попадала, когда они ныряют. И вот он закрывает одну ноздрю и начинает в нее дуть. И, соответственно, вот эта перегородка, она выпящивается и образует такой вот огромный шар. И он им машет активно, ходит вокруг самки, самка восхищается, какой он красивый, ну и далее следует продолжение рода. Ну вот это и остальные тюлени. Это такие тоже достаточно обычные обитатели наших холодных арктических вод. Вот это вот кольчатый нерк, который вообще вокруг всего, вот это вот по всей Арктике обитает на льдах. Это эти два вида, они все-таки в более южных водах, ну в смысле вот у нас в Охотском море, это тоже в Беринговом. А это серый тюлень, он атлантический, и в том числе у нас на Балтике он обитает. Вот это вот Каспийский тюлень, который в Каспийском море, вот казалось бы странно, что вот такое вот закрытое море, никак не выходящее в основной океан, но вот он там живет. А вот это вот байкальская нерпа, тоже очень странно, но с Байкалом, по крайней мере, понятно, из него вытекает ангара, которая впадает в серый ледовитый океан, и по ней, в принципе, могли подняться эти тюлени. Ну вот они там, если вы поедете на Байкал, можете их там увидеть. Ну и вот эти вот два вида, достаточно близких друг к другу, один из них атлантический, другой тихоокеанский, это гренолазский тюлень и крылатка. Они вот такие очень красивые внешне. Вот, кстати, если вы когда-нибудь слышали про вот эту кампанию по спасению бельков, ну бельки это такие маленькие, пушистенькие белые тюлени, которые, ну они когда рождаются, они маленькие, пушистые. Вот, и, соответственно, вот эти бельки это дженолазских тюленей. Ну, следующее, пока мы еще обсуждаем отряд хищных, следующий, о ком я расскажу, это колан. Он тоже относится к отряду хищных, хотя, в общем, не родственник колстоногим, он родственник различным куницам, хорькам и, прежде всего, выдрам. То есть это вообще такая морская выдра. И общий предок колана с современными выдрами жил где-то 5 миллионов лет назад. То есть это, в общем, в отличие от холстоногих, и тем более китообразных, это такое достаточно молодое морское млекопитающее. Но, в общем, они успели достаточно хорошо приспособиться к жизни в море. И у них есть такая интересная адаптация, до которой другие морские млекопитающие не додумались. Они умеют лежать на спине. То есть вот они, ну вообще это такой прибрежный зверь, который обычно собирает на дне различные ракушки и червей каких-то, выныривает. То есть у него есть такая складка на груди, он заныривает, плавает вдоль дна, всё это собирает. И потом выныривает на поверхность, лежит вот так вот на спине, всё это перебирает, разбирает, что невкусно его бросает, что вкусно и ест. И спят они тоже точно так же на воде. Детёнышей кормят. Вот здесь вот видите, вот эта вот самка, и на ней лежит детёныш. И пьёт молоко. То есть, в общем, вот это вот группа коланов, которые просто отдыхают на воде. То есть вот эта вот способность так вот лежать на воде, она им позволяет не… То есть они могут, допустим, если нет сильных штормов, они могут практически всё лето вообще не выходить на берег. И постоянно, то есть если какой-то район, где на берегу может быть опасность, они стараются лишний раз на берег не выходить и всё время держаться в воде. И, в общем, не прилагая никаких усилий, могут там отдыхать и даже спать так вот кверху брюхом. Ну и ещё один представитель хищных, наверное, самый молодой морской млекопитающий. Вообще, как бы, как сказать, некоторые недоумевают, почему его отнесли к морским млекопитающим, потому что всё-таки он достаточно такой, как сказать, с виду схопутный зверь, ходит на четырёх ногах. Но в действительности большую часть своей жизни он проводит на льдах, а не на суше. То есть он путешествует вот на этих плавающих льдах вокруг Арктики. И он очень хорошо плавает. То есть белый медведь может там несколько сотен километров плыть, проплыть и может плыть несколько дней. Хотя, в общем-то, он всё-таки предпочитает охотиться на суши, но питается он в основном преимущественно нерпами, которые тоже морские млекопитающие. И иногда он даже охотится, ну вот я потом буду в лекции, которая опять же про питание, показывать видео, где белый медведь охотится на лавтака, атакуя его из-под воды. Тоже, в общем, такой интересный опыт. И при этом белый медведь очень близкий родственник Бурова. То есть когда пытались генетически определить, насколько сильны между ними различия, по разным данным выходило, выходило, что они разошли либо 150 тысяч лет назад, ну что вообще по авиационным меркам ничего. Либо там 600 тысяч лет назад, либо какие-то, получаясь более серьезные цифры, 4-5 миллионов лет назад. И, вероятно, такие различия связаны с тем, что они после того, как разошлись, много раз всё-таки гибридизировали. Потому что они в некоторых, ну вот весь этот вот цикл потепления и похолодания, он приводит к смещению ареалов, и они периодически встречаются друг с другом, и, в общем, ничего не мешает им с друг другом спариться. И вот в том числе в зоопарке они это достаточно свободно делают. Вот это вот, здесь показаны фотографии, это в зоопарке, не помню, в каком-то европейском зоопарке тоже скрестились белый бурый медведь, получились вот такие вот забавные гибриды. И поэтому, в общем, непонятно, действительно, насколько давно он произошёл. Но при этом вот специализация к такой вот среде, обитания на льдах у него очень хорошая. И у него есть достаточно много отличий и адаптаций, которых нет у Гуру. Я про них тоже буду потом в других лицах рассказывать. Ну и последняя наша группа на сегодня – это сиреновая. Вот вначале тут кто-то вспоминал слона, когда я спрашивал, кому ближе всего дельфины. Вот слон, он к дельфинам совершенно не родственник, а вот к сиреновым он является их самым близким родственником. И вообще вот сейчас вот этих вот всех животных, слонов, доманов и других каких-то африканских млекопитающих их выделили в отдельную группу афротерий, которые вообще очень давно разошлись с другими группами, с такими как парнокопытные, хищные и прочее. То есть, в общем, я в конце покажу эту филогению всех млекопитающих, оценим, насколько это далеко. Ну, собственно, получается, что сиреновая вместе со слонами и с доманами, как ни странно, вот это вот есть такие маленькие животные доманы, которые живут в Африке, ну, в общем, примерно такого вот размера зверушка, и при этом они тоже с ближайшими родственниками слонов и сиреновых. И все они относятся к группе Пангуляда. Ну, если посмотреть, хотя вот кажется, что сиреновая вообще на слонов совершенно не похожа, если посмотреть на них поближе, у них есть некоторые черты, которые анатомически очень сильно их роднят слонами. В частности, вот у них на вот этих вот их передних плавниках остались такие вот копытца. То есть видите, вот тут очень похоже на то, что есть у слонов. И вот у доманов интересно, что тоже, хотя у них такие маленькие лапки, но на них тоже есть маленькие копытца. А другой характерный признак, собственно, почему сиреновых назвали сиреновыми. Ну вот сирены вообще в греческой мифологии это такие вот русалки, которые завлекают моряков своим сладким пением. И для сиреновых характерно то, что у них молочные железы находятся на груди, как у человека. И, видимо, вот поэтому моряки прошлого, кто увидев такое несомненное сходство с женщинами, назвали их вот морскими женщинами, то есть сиренами. Ну хотя я не знаю, как долго надо не видеть женщин, чтобы перепутать с женщиной с сиреной. Но интересно, собственно, то, что у слонов тоже вот эти вот молочные железы, они находятся в том же самом месте. Вот видите, вот здесь детеныш сирены пьет молоко у своей матери, а вот здесь вот слоненок пьет молоко у слонихи. То есть вот у неё тоже, ну, фактически подмышкой находится это молочное железо. Ну и эволюция сирен началась практически так же давно, как и у китообразных, то есть это такие достаточно древние животные. И они, в общем, в отличие от ластоногих, современные сирены, они полностью, как и китообразные, полностью перешли к жизни в воде, то есть на сушу они вылезать не могут. И задние конечности у них полностью редуцированы. Но при этом начинали они, конечно, как китообразные животные, которые имели такие вот четыре вполне функциональные конечности, на которых они могли ходить по земле. Ну и вот какие-то их ранние предки. 50 миллионов лет назад и 40 миллионов лет назад они тоже всё ещё ходили по земле. Ну и потом эти конечности постепенно ослаблялись, то есть они становились всё меньше и меньше, а всё большую роль в передвижении под водой приобретал хвост. То есть хвост удлинялся и уплощался. И потом, соответственно, конечности полностью уже втянулись в тело, исчезли, а хвост увеличился. Ну вот это вот такая промежуточная стадия, когда конечности уже задние слишком слабые, чтобы на них свободно бегать, но вылезать на сушу он всё ещё может. Ну вот он 40 миллионов лет назад такие уже жили. А вот это вот, соответственно, тут художник изобразил тоже ранних китообразных, которые жили в то же время. Это вот кутхицетус, а это радоцетус. И современные сиреновые, они включают, ну их достаточно мало, хотя вообще в такой вот эволюционной истории их очень много видов. То есть в какой-то момент они достаточно сильно распространились по всему миру, дали много видов, но потом по каким-то причинам большая часть этих видов вымерла. И до настоящего времени дожило только 4 вида. Ну а пятый был уничтожен уже в историческое время людьми, собственно. И эти 4 вида относятся к двум родам. Это род дюгонь, который обитает в Юго-Восточной Азии, и ламантины, которые обитают в Атлантике и в реках, когда в неё впадают 3 вида ламантинов. Ну вот вымерший вид, это стиллерова корова, которая была ближайшей родственницей дюгони. Это был единственный вид сиреновых, который обитал в холодных водах. Собственно, обитал он у нас на Командорских островах. И история там такова, что когда экспедиция Беринга отправилась открывать Америку вот с этой стороны, то есть у них была задача перейти через Тихий океан и посмотреть, где там, собственно, начинается Америка, всё это описать. И вот они туда дошли, а на обратном пути попали в шторм. Их корабль прибил к острову Беринга, они потеряли уже представление, где они находятся. И корабль выбросило, ну то есть его не совсем разбило, его выбросило на мель, так что они смогли забрать все вещи, ну не все, но там большая часть необходимая для жизни. И им пришлось зазимовать на этом острове. И там они увидели, собственно, этих стеллеровых коров. А дожили они, эти коровы, до такого времени, исключительно благодаря тому, что там не было людей вообще никаких. То есть вот Командорские острова – это крайние острова, ближние к России острова Алиутской гряды. И вот все Алиуты, они населены, собственно, Алиутами. А на Командорах они как бы отстоят немножко вбок, и там Алиуты до них просто не доплыли. И за счет этого только сохранилась вот эта корова так долго, потому что на всех Алиутах она раньше тоже жила, но потом Алиуты ее съели. А вот на Командорах она оставалась, и вот эти вот несчастные моряки ее всю зиму ели. Потом они свой корабль подремонтировали и уплыли на Камчатку все-таки. Благополучно добрались, рассказали, что вот открыли, ну, во-первых, открыли, собственно, Америку с этой страны, доплыли до Аляски. А во-вторых, нашли вот такие вот острова. И туда ринулись промышленники, которым они вообще шли за мехом, и им нужно было много мяса, вот это вот, чтобы вот как бы что-то есть во время этих вот экспедиций в другие районы. И очень удобно было на эти Командорские острова, когда они из Усть-Камчатского ходили, было удобно туда зайти, набить туда побольше этих коров, мясо их засолить и пойти дальше. И получилось, что вот буквально ее в 1741 году открыли, а в 1768 уже через сколько там, 20 с небольшим лет ее уничтожили полностью. Вот такая вот печальная история. Вообще это очень грустно, потому что я вот, как я уже говорила, работаю на Командорских островах, и мне этой коровы там очень не хватает. Ну, дюгонь, собственно, ближайший родственник, то есть эллира коровы, он гораздо мельче. Ну вот этот вот крупный размер, у коровы была адаптация именно к такому вот холодному климату. А дюгонь живет в теплых водах, как правило, это прибрежные воды. И вот здесь вот показаны его ареал, и он, соответственно, поэтому может себе позволить быть более мелкого размера. Вот, и правило, он обитает на таких прибрежных мелководьях. Вообще все сиреновые – это достаточно медлительные животные, и они отличаются от всех остальных морских мелькопитающих тем, что это единственные травоявленные морские мелькопитающие. То есть если и дельфины все питаются каким-то мясным белковым куаромом, либо рыбой, либо кальмарами, либо тоже мясом, то есть тоже другими мелькопитающими, соответственно тюлени тоже, и беломедведь, и калан – все они хищники. А дюгонь и ламантин, ну и стеллерой коровы, они питаются водорослями, которые растут на дне, поэтому они обитают на мелководье, где эти водоросли в изобилии присутствуют. Ну, ламантины, они живут в Атлантике, их три вида. Один, соответственно, амазонский, но только в речках, ну вот в самой Амазонке, в ее притоках во всей этой речной сети. Центральноамериканский, он в этом Карибском бассейне, и африканский тоже в реках Африки. Ну и внешне их можно отличить, дюгонь от ламантина, тем, что у ламантина вот такой вот округлый хвост, а у дюгони он, видите, вот он такой как бы двулопастной, как у Китая или у дельфина. И у дюгони еще более такая вот широкая треугольная морда, а у ламантина более округлая. Ну и вот сейчас мы посмотрим на то, как они питаются водорослями. То есть это такие медлительные, безобидные звери, в общем, достаточно симпатичные, но при этом довольно скучные. И большую часть времени они, в общем, как коровы, проводят, пасясь на траве возле дна. Ну вот такие симпатичные зверюрки. Ну и вот в завершение, собственно, чтобы подытожить всю эту систематику, я решила привести, собственно, филогенетические отношения, которые связывают разные группы морских млекопитающих. То есть вот, смотрите, вот если... Ну вот это, собственно, ползонтарные млекопитающие. То есть вот это вот конос, опоссум, это сумчатые. А из ползонтарных млекопитающих самая вот эта вот отдельная такая первоотделившаяся группа это афротерии, про которых я говорила, куда относятся многие африканские млекопитающие. И слоны, и туда же относятся вот все сиреновые. Дальше отделяются приматы и грызуны. А потом, соответственно, происходит вот это вот разделение на клады, одна из которых идёт к хищным, включая всех ластоногих. А также туда же относятся, соответственно, и белый медведь, и колан. А другое, соответственно, ведёт к парнокопытным, к которым теперь относятся и все китообразные. Вот. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте только. Если будете задавать вопросы, нужно это делать в микрофон исключительно. Ольга, спасибо большое. Очень интересно было. Я хочу спросить, не могли бы вы хотя бы вкратце нам рассказать о том состоянии науки в этой области сейчас у нас. То есть кто занимается, зачем занимается изучением китообразных или морских млекопитающих. В частности, китообразные меня больше интересуют. И насколько, например, наши учёные контактируют с зарубежными, и как вот это всё происходит сейчас? Ну, тут, как сказать, есть два таких основных направления. Ну, в российской и, наверное, в любой другой науке, связанной с природными ресурсами. Это, собственно, фундаментальная наука, которая просто изучает вообще, что как устроен мир. И прикладная наука, которая изучает, как бы это нам применить. И вот в китообразных, в частности, есть, как бы, ну, фундаментальная наука занимается в университетах, в различных исследовательских институтах, а прикладной занимается в системе таких промысловых институтов. Это, как бы, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, но и его какие-то подотчётные институты на местах. И вот они занимаются в основном оценкой того, сколько есть животных и сколько из них, соответственно, можно убить там для целей, ну, для пользы человека. А университеты и институты, они занимаются просто вот изучением китов. Ну, вот, в частности, вот в Московском университете есть наша группа. Мы в основном занимаемся касатками, горбачами, ну, и также некоторыми другими видами, северными плавунами. Есть некоторое количество институтов на местах, то есть на Камчатке есть институт, который тоже китобазм занимается, в Владивостоке. В Санкт-Петербурге ещё есть группа. Вот, ну, я не знаю, как бы подробно про них сейчас рассказывать. Может быть, если вам это интересно, я вам могу лично рассказать про каждого человека. То есть не очень понятно, для какой зали вы это спрашиваете под задачей, я могу подробнее рассказать. Вот, ну, в целом понятно, что состояние науки в этой области, в России, как и, в общем, в большинстве других наук в России, не очень хорошее, поскольку денег, ну, для китообразных просто ещё проблема в том, что очень это такие дорогостоящие исследования, то есть там, чтобы арендовать какое-то судно для учётов, там, день аренды судна может стоить несколько тысяч долларов. Вот, но мы работаем из, ну, как бы с берега в маленьких лодках, и, в общем, это достаточно сильно ограничивает наши возможности. Вот, ну, стараемся, делаем, что можем. Ещё вопрос? Да, спасибо за лекцию. Я хотела спросить, у меня менее позитивный вопрос. Относительно недавно в ряде СМИ появилась новость о том, что в Новой Зеландии на берег выбросилось около 400 китов. Слышали, может быть? Да, конечно. Вот, ну, какие у вас есть версии, собственно, да, по поводу причины. Вот, и там, насколько я… Ну, понятно, что что-то может быть достоверным, что-то нет, но если верить источникам, то киты сделали повторную попытку, ну, то есть их попытались там спасти какое-то количество, но они повторно выбросились снова на берег. Ну, то есть, вот. Да, я поняла. Ну, вообще, обычно я ответ на этот вопрос оставляю для лекции про органы чувств китообразных. Ну, как бы, раз уже тут задали такой вопрос, то я на него отвечу. Вообще, ну, вообще причина того… Вопрос о том, почему киты выбрасываются на берег, он сродни вопроса, почему люди тонут. То есть, ну, есть очень много разных причин, по которым это может происходить. Бывает, что какие-то вот дельфины или киты просто больны, или как-то у них проблемы со слухом, и они поэтому выбрасываются на берег. Бывает, что это связано с какой-то антропогенной деятельностью, допустим. Есть случаи, когда вот из-за военных каких-то подводных учений, там у них очень громкие сонары, вот в Америке были такие случаи, и после этого, видимо, некоторые животные пугаются и слишком быстро выскакивают на поверхность. Чаще всего это глубоководные, глубоко ныряющие виды, какие-то тоже клеворылы или ремнезубы, и у них там происходят какие-то проблемы, ну, вроде киссонной болезни у водолазов. Но я про это тоже буду рассказывать чуть попозже. Вот, бывает так. Но вот что касается именно массовых выбросов, вот когда вот 400 вот этих животных выбросилось, это были гринды. И это очень характерно вообще для гринд, вот эти вот такие массовые выбросы в разных районах. Это связано с тем, что гринды – это очень социальный вид. И это, кстати, тот же самый вид, который добывают на Фарерских островах. Вот в интернетах часто ходят такие вот фотографии, там кровавая бухта, залитая кровью, и куча дельфинов, которых там злые фарерцы режут. И вот известно, что там вот, когда это все происходит, даже если они как-то загоняют в бухту часть группы, то другие дельфины могут просто идти к этой опасности, к своим, несмотря на то, что там очень страшно. Но просто у них настолько тесные социальные связи, что они стремятся быть со своими, с членами своей группы, и, возможно, у них есть там какие-то… Ну вот, у гринд не очень понятна, какая социальная структура, но у косаток, которых близкие родственники, у них внутрилинейная социальная структура, есть самка-матриарх, за которой все следуют. И возможно, что, допустим, вот эти вот массовые выбросы могут быть связаны с тем, что либо у этой самки-матриарха какие-то проблемы со слухом, допустим, либо как-то просто… Вот чаще всего такие массовые выбросы гринд происходят в районах, где очень пологое длинное дно, такое песчаное, то есть очень слабо меняется глубина, постепенно выходит на берег. И в таких местах дельфины, они же под водой ориентируются с помощью их локации. Они издают щелчки и по иху понимают, что вот там препятствие. И от вот такого вот пологого дна щелчки очень плохо отражаются, и они просто не осознают, что они на мелководье. А там же еще приливы-отливы, и когда начинается… То есть они, допустим, могут просто случайно, большая группа, зайти на мелководье, начинается отлив, и они просто, поскольку вообще это, в принципе, вид такой достаточно, ну, тоже биологический, как я говорила, то есть они обычно обитают вдали от берегов, они не очень себе представляют, как себя вести вот в такой ситуации. И они начинают там паниковать как-то, куда-то двигаться, все сбиваются в кучу, и, соответственно, оказываются на берегу. И когда кого-то из них люди спасают, то они просто пытаются вернуться вот к этим своим родственникам и, соответственно, тоже повторно выбрасываются. То есть вот чаще всего с гриндами такая ситуация происходит. А у других видов могут быть какие-то другие причины тоже. Иногда одиночные киты выбрасываются просто от того, что больные. Вот у кшалотов были случаи, когда их… Ну, они выбрасывались, умирали, их вскрывали, у них что полный желудок пластика, допустим, пластиковых пакетов. То есть вот они случайно наглотались этих пакетов, приняв их, видимо, из какого-то такого кальмара неправильного. И просто от плохого самочувствия они так вот выбросились на берег. То есть, в общем, разные причины, в каждом случае свои. Спасибо за лекцию. Но мой вопрос, в принципе, я вначале его задал, хотел бы расширить несколько. То есть морские млекопитающие сначала выползли на сушу из воды, потом им не понравилось, и они опять в воду прыгнули. Нам стоит задуматься? Нет, задумываться всегда стоит. Это вообще полезное занятие. Но было на самом деле не совсем так. На сушу вышли не морские млекопитающие, на сушу вышли рыбы, которые в процессе стали амфибиями. А потом, соответственно, они стали млекопитающими и вернулись обратно. Ну, так бывает. Я как бы не очень понимаю, в чем суть вопроса. Что нас ждет? А? Что нас ждет? Лично вас? Лично нас ждет. Нас всех ждет тепловая смерть Вселенной. Так что можно не беспокоиться по этому поводу. Спасибо большое за лекцию. Можете, пожалуйста, подсказать? Этим летом мы нашли на Черном море выбросившуюся белобочку, и после очищения черепа было видно, что у нее кленовидная кость очень сильно загибается вправо. И как это вообще? Ну, такие бывают случаи, и может ли это как-то повлиять? Это выглядело как травма или как норма? Как норма. То есть там не было видно ни следов перелома, ни сращения, ничего такого. Просто она шла по дуге направо. Интересно. Ну, вообще у дельфинов, кроме морских свиней, у них, ну, в смысле, вообще у зубатых китов, кроме, собственно, морских свиней, у них очень асимметричный череп. То есть у них вот из-за того, что, но я тоже про это буду позже рассказывать, у них вот это вот все строение черепа, оно приспособлено для их аллокации и для звукопродукции, для издавания звуков вот в этой вот части. У них там есть специальные такие вокальные губы. И вот за счет этого он асимметричен. И, может быть, как бы вот эту вот асимметрию вы приняли за сдвинутую кость. Но в действительности, на самом деле, если вам эта тема интересна, то есть очень хороший морфолог, который, собственно, занимается вот этими вот черноморскими дельфинами. Я вам могу дать его контакт. Я думаю, что он заинтересуется этой находкой. Так что напишите мне. Еще вопросы есть? Вот, есть. Посоветуйте, пожалуйста, какие-то книги или фильмы по древним формам китообразных, потому что мы тут очень быстро пролистали какую-то кучу красивых животных. Хочется на них, либо на какие-то части посмотреть, может быть, еще где-то, ну, где в мире вообще можно, в каких музеях. Это все... Ну, тут проблема в том, что большинство этой информации, то есть на русском языке практически... На английском. На английском. Ну, в частности, вот я большинство данных брала из статьи просто научной Цивисина. Есть такой ученый, который, собственно, занимается прицельной эволюцией китообразных. Вот, я могу вам как-то, если вы мне оставите контакт, то дать ссылку. Ну, и просто есть сайты в интернете, где вот это вот все описывается в более популярной форме, там, как бы, книжки. По-моему, даже есть книга, собственно, этого Цивисина. Я просто... Я отобрала из статьи, но, по-моему, они недавно выпустили целую книгу, которая так и называется Evolution of Citations. Вот. Так что надо просто подробнее посмотреть. Хорошо, а куда вам можно писать, чтобы задавать эти вопросы? А, кстати, да, надо было контакты свои оставить. Сейчас я попробую на экране тут. Кстати, в книге Карла Циммера «Триумф идеи» расписана эволюция китов. Какой книге? «Триумф эволюции» Карл Циммер. Нет, это я не читала. Ну, вот, видите, вот как бы. Может, это тоже записать. Так, видно там, да? Это мой e-mail. Увеличить. Да, тут не увеличишь. Ну, вообще у нас есть, у нашего проекта есть сайт. И у него есть, соответственно, у этого сайта и в ВКонтакте, в Фейсбуке странички. Ну, вот наш сайт, соответственно, про косаток. Ну, в основном про косаток, поскольку мы и других китов тоже изучаем. Ну, вот, кстати, вот последнее объявление. Вот в воскресенье была лекция конкретно про, именно про эволюцию китов в, ну, вот такая тоже публичная другой девочка из нашего проекта. Вот, вот, соответственно, ВКонтакте. Ну, вот, Рашинорка тоже. Ну, и в Фейсбуке тоже группа. В Фейсбуке в основном по-английски мы публикуем новости, а в ВКонтакте по-русски. Вот, ну, мои личные, останется, я не вижу смысла давать, потому что все, что там интересно, я пишу про китов, как правило, дублируется вот сюда. Ну, тут тоже всякие фотографии и прочее. Вот, так, ну, есть еще вопросы? Есть вопрос. В чате спрашивают, на каком курсе, на каком факультете изучаются вот китообразные, и то, что вы сейчас рассказываете. Вот те лекции, что я читаю, это первый курс магистратуры кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ. Все, да? И здесь больше нет вопросов? Ладно, тогда всем спасибо. До встречи через неделю. Аплодисменты. Аплодисменты.